Царь небесный И вся исполняя сокровища благих И в жизни подателю Иди и все лисяны И очистены от всяких скверных И спаси блажен души наши Отец наш небесный Молим тебя и именем Господа нашего Иисуса Христа Благослови наше занятие По слову твоему святому Помоги Господи чадам С искренней верой пройти Весь свой жизненный путь К каждому из них Даруй Господи, чтобы было единодушие Единомыслие Среди верных тебе Помоги Господи Все преодолевшее устоять И наследовать царство готово на святым и праведным Слава тебе за все Отец, Сын и Святой Дух Аминь Так, мы закончили Остановились на судьях Божьих Говорили о людях, которые ведут духовную брань С врагом рода человечества, дьяволом И ведут за собой людей Вот так вот в нашей жизни получается Что без духовного вождя Мало кто спасается А может и никто не спасается Мы еще такого не знаем Обычно Всегда люди Идут За теми, кого выбирает Господь А как Господь выбирает? Вот мы с вами Книгу судей Как раз проходим Сейчас И продолжим Книга судей Остановились мы И вот когда умер Аот Четвертая глава Нам говорит Судей Сыны Израилю Стали опять делать Злое перед очами Господа В очередной раз То есть и Моисей не помог Иисус 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 Навин Великие мужи Вожди Духовные Наставники народа Не помогли И вот Судьи теперь идут И предал их Господь в руки Иовина Царя Ханаанского Который царствовал Вауссоре Военачальником У него был Сесара Который жил Хареш Гаиме И возопили сыны Израилевы Господа И у него было 900 железных колесниц И он жестоко Угнетал сынов Израиля 20 лет Видим Постоянно Угнетение Увеличивается Там было 8 лет 20 лет Тут уже 40 лет Угнетаются Люди Божии Почему это происходит Потому что Господь Милостив Милостив Но Всегда Назидание Нам оставляет Поглядите Какое У нас было В стране Назидание Вот революция Воины Которые были Вот то что Произошло Отступление от Бога Назидание Еще какое И сколько лет Мы были в рабстве Кто знает С 1917 По какой год 91 Вот Знаток есть В 91 году Рабство Кончилось 73 года Рабство Господь нам дал По максимуму Столько же Было дано И евреям Когда они Христа Распяли Ну только Им еще больше Им Почти 2000 лет Они Не могли Собраться Но еще Освобождения Нету Почему Потому что Нету Раскаяния Народ Начинал Раскаиваться И тогда Можно было Выбрать Духовного Лидера Бога Чтобы Люди За ним Шли Не просто Так было Что Сказали Что это Человек Божий А его Никто не Слушает Такого Никто 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 Всегда Были Люди Которые Слушали Его И на Них И держаться Закон И вера Господа Нашего И об этом Нам и говорит Вообще Вся книга Библия Показывает Как На ком Держится Вот Вся эта земля Которую Господь дал Адаму Адам Будем говорить В принципе Сразу Был верующий Бога Но как Не веровать Если Господь Лицом к лицу Ходил в саду В прохладе Дня Написано С Адамом И говорит Адам Где ты Да я Господи От тебя Тут спрятался В кустах Ну как Ты можешь Прятаться От меня Не ел Или ты От плода Да Жена Которую Ты мне Дал Она Дала Мне И я Ел Вот Беседы С Господом Шли До этого Были Духовные Беседы Адам Расспрашивал И Господь Видать Давал Им Какие-то Назидания Потому что Животные Названы С каким Умением Человека Воробей Вор Воробей Но это По нашему Только А если Брать Другие Там Все подходящее Даже Взять Огромный Такой Слон Слон Как подходит Да к нему Слон Как будто точно Или кот Взять Кота Говорит Хитрый Как кот На масленицу Такой Ходит Все Было Досконально Подсказано И так как Он был Верующий Верующий Как-нибудь Когда Увидел Господа Но Опять же Видеть одно А другое Дело Уверовать Что все Это Сотраено Для тебя Чтоб Ты полюбил Господа А Адам Не смог Его полюбить Для чего Все это Было Сделано Чтобы Любовь Творца Передалась Именно Через его Дела Но Он мог Сказать Адаму Адам Я люблю Тебя Ты мой Сын Я тебя Сотворил Но этого Мало было Еще и дела Были сделаны Господом Для этого И Адам И Адам Должен На это Смотреть И через Это Познать Что он Любит Господа Как это Было Сделать И Господь Дал Только Одну Единственную Заповедь Какую Не вкушать От дерева Добра и зла Познание Добра и зла Не вкушать И Конечно Были испытания И жена Была послана Тоже Не зря Вот он Не просил Жену Действительно Он не просил Жену Которую Ты дал Мне Он дал Господь Дал Адаму Жену Оно Может быть Было Как испытание Но в то же Время Не нашлось Написано Помощника Равного Человеком Не нашлось Не мог Увидеть Господь В нем Душевная Равновесие Господь Все понимает Почему Господь Решил Творить Человеком Господь Он Всемогущий Он Вездесущий Он Вседовольный Всегда Ну Зачем Он Забыл Еще Человека Зачем А вот Называется При избыток Любви Вот Когда Само Само Добро То Оно Хочет Чтобы И другие Познали Эту Любовь И радость Какая Есть В троице Нашей Господи Отце Сыне Святом Духе Никак Мусульмане Это понять Не могут И пожалуйста Первые места Кто везде Занимает По боксу По борьбе По всяким Там Видам Везде Мусульмане Почему Ну у них Там Любовь К семье Там В первую очередь Там Будь настоящим Мужчиной Добро Должно С кулаками И так далее Ну Господь Не так заповедовал Не должно быть Добро С кулаками Как написано На злом И чем Должно отвечать Добром Если тебя обидели Как сказал Апостол Павел Поступайте А не лучше ли Тебе остаться Обиженным Написано Не лучше ли Подумаем Над этим А почему так Ну потому что Господь сотворил Человека Ему Больше Было Известно Что нужно Для того Чтобы достигнуть Вечных благ Ведь об этом же Все было И более того Адам То уже был В вечных благах Осталось ему Только вкусить От дерева Жизни Там Древо жизни Было Для этого Нужно было Вот это Только небольшое Испытание Пройти Не смог Не смог Не стал он Нашим Духовным лидером Как ни странно Адам Хотя должен был быть А вот в чем он стал лидером Адам Вот постоянно мы поминаем Адама Знаете вечером Вы редко бываете вечером Так вы поминали вместе с нами Шестопсалм И называется Адам стоит У райских врат Откуда его Изгнал Господь И молит Господа Молит Молит И скорбит постоянно О том Что он знал Все воды Окружили душу мою Все постигли меня Бедствие Лежу во рве Как Убитые Это все Адам Ну это все написал Конечно Псалмоперец Давид Но это все Эти псалмы Берутся именно как Стенание Адама Перед райскими вратами Вот так вот Церковь постановила это Ну и в этом есть Очень много Вот это вот и есть Духовные Духовные Духовный авторитет Будем говорить Духовное лидерство В покаянии И нам Деваться с вами некуда У нас только впереди С вами покаяние Вы сейчас уже Входите во взрослый возраст Грехи уже вам Понятны Почти Всем уже понятно Ну может кроме некоторых Тут Что такое грехи И с ними придется Биться всю жизнь А духовного лидера Вы не знаете И все И вы пропадете Не за кемете Вот глядите Есть монахи Да Монастыри Женские и мужские В мужских монастырях Ну естественно Священник Мужчина А в женских Кто священник Тоже мужчина То есть уже мы Кое что начинаем понимать Так А почему Почему Потому что Адам Первенец И он первый был Он был лидер Уже значит ага Лидер должен быть мужчина Понятно В духовном плане А может быть женщина А вот там Показывает Слово Божие Что и женщину Господь ставит Лидером В духовном плане Поэтому Когда Вы будете Идти по жизни И будет Кто-то Духовный человек Вы должны смотреть И не на пол Даже его А на то Как человек Справляется Со своими Обязанностями Верующего Исповедует ли он Имя Господне Не в суе А в истине Все ли заповеди Он исполняет Все ли каноны Вы представляете Сколько для этого Вам нужно знать Всего Уж не то что Библию Каноны все надо знать Сколько трудиться надо Вот у нас проходили занятия У Ирина Тихоновича Вот он как раз Снимается И молчит А у него проходили Долго занятия И мы всегда Присутствовали На этих занятиях И через эти занятия Много выносили И мы на них Не проходили каноны Но затрагивали Конечно каноны Некоторые затрагивались Ну не то что мы там Разбирали их Духовные Духовные наши отцы Уже разобрали Святые Поэтому мы Просто Как бы толкование Уже на Разбирательство Этих канонов Читали Переписывали Даже себе Но Главное Мы потом Брали эти каноны И читали их И до сих пор читаем У нас Мы собираемся С братьями Открываем компьютер И Начинаем Читать каноны Разбирать Какие сейчас Исполняются Какие нет Вот В этой книге Вы которую проходите Вы проходите ее Да сейчас еще Когда последний раз Проходили Кристиному крещению Кристиному православию Давно уже А сами читаете ее Ты что иногда читаешь ее Молодец В принципе Я не ожидал Такого ответа Ну вот В этой книге Игнат Тихонович Он выбирает Такие основные Отступления В церкви нашей Сегодняшней От канонов Того что Оставил нам Господь Еще В церкви Древней нашей церкви Еще апостольской Будем говорить То на чем Зиждилось Утверждение Христиан В том Что они попадут В царство небесное И крещение Порушено Оказалось И Нравственность Порушена Спокойно Люди И могут лгать И воровать И на войну Идти Спокойно И при этом Даже совесть Их не обличает То есть понятно Если ты нарушаешь Заповеди Совести уже нет Потому что Совесть Богом Дана для того Чтобы тебя Поставить опять На Путь истины Которую Господь дал Если ты Какие-то каноны Начинаешь отвергать Как сейчас это делают Многие даже священники Не то что люди Прихожане Православной церкви Не говорим там Акатоликой И так далее То все У тебя совести нет Написано Сожжен совести своей Как это понять Получается Совесть Она Когда ты начинаешь Лгать уже сам себе Она как не выдерживает Вспыхивает И сжигает Твой разум И ты не можешь понять уже Где Верх Где низ Где черное Где белое Где добро Где зло Нет этого понятия Вот как у мусульман У мусульман У свидетелей Иеговы У них как будто Их выжгла Эта совесть Для чего Господь дал Им уже покаяние Время на покаяние Не покаялись Все Теперь хула на Духа Святого А хула на Духа Святого Не прощается Написано И не простится Не в этом веке Не в будущем Вот нам Надо еще чего Бояться А у нас Из нашей Общины Люди были В нашей общине Уходили И попадали В эти секты Мусульманства Я не знаю А к свидетелям Иеговы попадали И потом Встречали наших людей И пытались Проповедовать им Агитировать Куда нужно идти Что не здесь истина А любовь Вот там у них У свидетелей Иеговы Вот так вот До чего можно дойти Самое легкое Это попасть В московскую патриархию Или не самое легкое Или вообще Отступить от веры Господь говорит Если бы ты был Холоден Или горяч Но так как ты тепл То есть равнодушен Я тебя изверну Из уст моих Вот надо еще Бояться И равнодушия тоже Поэтому Когда слышите что-то Когда мы читаем Слово Божие Вы возьмите для себя Повторите Когда домой придете Вам так легко Это сделать У вас Братья Сестры Здесь Собрались вместе Прочитали Так о чем же здесь Дальше говорится Потому что Все мы не успеем затронуть Всего прочесть Итак Теперь глядите Вот мы говорим О том Что может ли быть Духовным лидером Женщина И вот в то время Была судьей Израиля Девора Пророчица Жена Лапидофова Она жила Под Пальмой Деволинской Между Рамой И Вифелем На горе Ефремовой И приходили к ней туда Сыны Израилевы На суд Вот так И призвала она Варака Сына Авина Амова Из Кирдеса Нефалимова И сказала ему Повелевает тебе Господь Бог Израил Пойди Взайди на гору Фаворы И возьми с собой Десять тысяч человек И сынов Нефалимов Я приведу к тебе К потоку Кессону Сесаровой Начальника Авинова Колесницы его И многолюдное войско И придам его В руки твои Варак сказал ей Если ты пойдешь Со мной Пойду А если не пойдешь Со мной Не пойду Вот пожалуйста вам Духовный лидер Господь выбирает Варака Через кого? Через пророчицу Женщину Понимаете Сестры? Вот вас Больше сестер Здесь Чем вот у нас Братьев В общине И казалось бы Ну почему? Ну Желательно Чтобы было Побольше братьев Там священник Чтобы был Да? А оказывается У Господа Свои планы Вот Родилась же Эта Девора Когда-то Кто думал Что она Поведет народ Израилев На битву И победит народ Это Рабство свое Причем От Господа Это Понимаете? Как важно И вам Женскому полу Как говорится Слабому Знать о том Что И из вас Господь выбирает Себе Духовных пророчиц Поэтому Когда говорим Мы Что Библию Читаем Братья могут Учиться в семинаре И так далее Видите Для женщин Открытые курсы Семинарские Они там Правда Петь учатся Только Но и не только Они там И Слово Божие Тоже изучают Вот у нас там Юля Учится До сих пор Не знаем Правда Где они Ну С мужем Они там Вместе учились Потом Становятся Ну там Регентшими Они там Регентами На клире Помогают Вести Богослужение Ну это Неплохо Конечно Но главное Что изучается Слово Божие Для чего? Потому что Церковь не отвергает Женщину Как Духовного Духовного Члена Царства Небесного Наоборот Наоборот Говорит Сонаследница Духовных Благ Поэтому Надо трудиться В этом плане Очень сильно Не отставать От братьев Хотя Если честно Когда начинаешь Вопросы Задавать Почему Это отвечает Сестры Причем Чем младше Тем лучше Отвечают Тут у нас Гликерия была Так она По картинкам Говорила Кто это По картинкам Это невероятно Просто ее спрашивают Спрашивают Откуда ты Знаешь она А мне Баба Надя Показывала мультики Я по мультикам Всех выучила Вот Еще не поймешь Где Кто подсластит нам Как Господь Через гликерию Не верующую Как бы Казалось бы Вот тебе Здравствуйте А тут Свои родные Любимые И вот Донесли Сесаре Что варак Сын Авинаамов Зашел на гору Фавор Сесар созвал Все колесницы Свои Колесницы Как сейчас Бронетранспортеры И весь народ Который у него И сказал Одевору Вараку Встань Ибо это тот день Который Господь Предаст Сесару В руки твои Сам Господь Пойдет Перед тобой И сошел варак С горы Фавор И за ним Десять тысяч Человек И тогда Господь привел в замешательство Сесару И все колесницы Его Все ополчения Его от меча Варакова И сошел Сесар С колесницы И побежал пеший И варак Преследовал его Сесар же убежал Пеший Шатер Иаили Жены Хевера Киньянина Ибо между Иовиновым Царем Ассорским И домом Хевера Киньянина Был мир И вышла Навстречу Сесару И сказала Зайди Господин мой Зайди Ко мне Не бойся Он зашел Кни Шатер И она Покрыла Его ковром Сесар Сказала Дай мне Немного Воды Напиться Я пить Хочу Она Развязала Мех С молоком И напоила Его И опять Покрыла Его Сесар Сказала Стань У двери Шатра Если Кто Придет И спросит У тебя И скажет Нет ли Здесь Кого Подошла К нему Тихонечко И вонзила Кол висок Его так Что приколола К земле А он спал От усталости И умер И вот Ворак Гонится За Сесарой И вышел Навстречу Ему И сказала Войди Я покажу Тебя Человека Которого Ты ищешь Он Вошел К ней И вот Сесара Лежит Мертвый И кол Виски Его И смирил Господь Бог В тот день И Арина Царя Харанского Пред сынами Израилевыми Вот так Духовное Лидерство Господне Выбирается Для того Чтобы Народ Мог Опять Жить И Не просто Жить Хорошо И благополучно Как у нас Говорят Главное Благополучие Народа Главное Его благоденствие Нет Он должен Жить В заповеди Господних И пока Мы будем С вами Жить В заповеди Господних Господь Не отвернется От нас Как мы узнаем Что Господь От нас Отвернулся Когда Мы прекратим Общаться С братьями И сестрами Когда У нас Не будет Желания Видеть Друг Друг Это Называется Ненависть Понятно Ненависть Не хочу Видеть Как только У вас Это Случится Вы Не захотите Читать Слово Божие Не хотите Смотреть Картинки Библейские Которые Люди Верующие Рисовали Не будет Для вас Вот это Вот это Эти Образ Христа С крестом Не будет Ничего Значить Не будет У вас Мурашки Аж Под кожей До самых Пяток Когда вы Будете Представлять Как Господь Подрудился Для нас И что Он сделал Для того Чтобы мы Здесь сидели И слушали Слово Божие Спокойно Еще Еще Нас Снимали По телевизору И Другие Будут Видеть Вашу Веру И через Это Может Кто-то Обратиться И даже Из детей Поэтому Там Все Уже Или нет Еще Не поют Поэтому Потрудимся Сейчас Здесь И Вы уже Взрослые Такие Ну Я просил Тут Родителей Вы оставайтесь На занятия Потому что Других занятий Нет У нас Такие Занятия Идут Вот Допустим У баптистов Там есть Для молодежи Собрание Для детей Собрание И для взрослых У нас Занятия Идут Для всех Кто присутствует У нас Сестры Братья Они Это Понимают Для всех Мы любые Вопросы Разбираем И главное По слову Божьему И Других Просто Ответов Не будет Какая разница Для молодежи Или для взрослых Ну Для детей Есть разница Да Понятно Они еще Только в наставлении Но вы уже Столько знаете Столько слышали И главное Что вы выросли И грехи Которые Сатана Распространяет Своими бесами Они все Все уже Известны вам Может быть Какими то вы еще Не согрешили А в мыслях Вы могли согрешить Уже всеми Грехами А как А как Оправдаться Пред Господом Как быть верным Ему Только Через Слово Божие Любить Его И следовать за Ним Господу Нашем славу Вовите Веков Аминь Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Благослови Помолитесь О братьях наших Помоги Господи О болящих Вспомните О родителях Своих Никого Не забудьте Перечисляйте Спаси Христос Спаси Христос С Богом Аминь Много благоутробнее И же праведное Любая И грешное Милуй И же вся Завека Спасение Обещание Ради Божьих Благ Сам Господи Прими Нашу Обчасти Молитвы И Исправи Жизнь Нашу К западям Твоим Души Наши Отчетите Леса Отчести Помышление Исправи Мысли Отчести И избави Нас От всяких Скорбей Зол И болезней Огради Святыми Твоими Ангелами Да Полчением Соблюдаем И наставляем И достигнем Соединения И веры И в разум Преступные Твои Слава Века Благословен И Во веки Веков Аминь Господи Помилуй Господи Помилуй Господи Помилуй Слава Отцу Истину Святому Духу И ныне Присновить Веки Веков Аминь Честнейшего Херувим И славнейшего Бессонни И Серафим Без Истинья Благослов Род Истущий Благород Истинья Величаем Господи Истинья Истинья Божия Помилуй Аминь Божий Господи Сил И все Отвори Содетели И Замил Свет Весник Ладный Милостей Твои Я Единородного Сына Твоего Господа Нашего Иисуса Христа Неспрослави Нас Спасение Рода Нашего И Честны Его Крестом Рукописание Грех Наших Ростерзав И Победим И тем Начало Власти Тьмы Сам Владыка Человеколюб Прими Нас Грешных Благодарственные Сияй Молебные Молитвы И Избави Нас Отця Ковосегубитель Мрачного Прегрешения И Всех Озлобите Нас Ищущих Видимых И Невидимых Враг Пригвози Страхов Твоему Плоти Нашей Не Вполни Сердец Наших Словес Повышлений Лукавствия Но Любовью Твою Изви Души Наша Да К Тебе Всегда Взирающая И Жаль Тебе Света Наставляем Тебе Непреступного Пресноточного Зрящего Света Непрестанное Тебе Споведание Благодарения Насылаем Безначальному Отцу Средненародным Твоим Сыном И Всесвятым Благим И Жальщим Твоим Духом Ныне Присно И Во Веки Веков Аминь Господи Иисусе Христе Сыне Божие Помилуй Нас Аминь Благослови Душа Моя Господа Благослови Неси Господи Благослови Душа Моя Господа Близи Внутренне Мое Имя Свято Его Благослови Душа Моя Господа И Не Забывайся Поздая Его Очищающего Вся Беззакония Твоя И Сыряющего Вся Неду Неду Твоя